Всем привет! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. В сегодняшнем ролике мы поговорим о том, как стать успешным. И я выделила 10 правил успешного человека. Первое правило, которое мне очень понравилось, будь не такой, как все. Держитесь дальше от толпы, плывите против течения. Когда я в 2013 году вступила в проект «Всем миром», мне все говорили, родственники, мои друзья, знакомые, что это не работает, что это секта, что это лохотрон, что проект скоро закроется. Все мне кричали вслед, особенно когда я начинала снимать видео. Меня видели в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Ютюбе. Крутили вокруг виска пальцем и говорили, «Ты что, на тебя же смотрит весь мир! Будьте к этому готовы! Будьте креативными!» Те люди, которые так говорят, они тащат вас вниз. Нужно общаться с успешными людьми, с миллионерами и брать с них пример, которые уже добились чего-то в этой жизни. Будьте белой вороной, будьте креативными и не такими, как все. И старайтесь выделяться из толпы, и люди за вами потянутся. Это первое правило. Правило номер два. Отстаивайте свои принципы. Но это как бы продолжение первого правила. В моей жизни очень было много людей, которые меня отговаривали. Куда ты лезешь? Это лохотрон, это секта. И вот помните МММ. В те годы очень много людей потеряло свои деньги. Не останавливаться на достигнутом. Третье правило успешного человека. Ставьте цель и идите к ней. Бейте, бейте, бейте в одну точку, и рано или поздно прорвет. Ребенок, когда учится ходить, он никогда не думает о том, что получится у него или нет. Но почему у взрослых не так? Ребенок падает, потом опять встает, опять падает, у него на пути возникают препятствия, и рано или поздно он все равно начинает ходить. Почему взрослые боятся? Ставьте цель, у вас будут препятствия, у вас будут люди, которые вас будут тащить вниз. И если вы будете идти, 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 и рано или поздно вы достигнете поставленной цели, и вы получите то, чего не получают миллиарды людей в этом мире. Четвертое правило успешного человека. Бросайте себе вызов. То есть ставь цель, и те люди, которые будут тянуть тебя вниз, не останавливайтесь на достигнутом, идите, идите, идите. Я бросила себе вызов, когда я жила в общежитии, купить двухкомнатную квартиру, вылезти из этой жопы, из этого общежития сраного, грязного, с кучей окурков, бутылок, презервативов. Я вылезла, я купила двухкомнатную квартиру, и подкрепляется, и мотивирует меня то, что каждый день мне приходят переводы. Даже когда я сплю, я просыпаюсь, мне приходят переводы, это меня мотивирует. Моя деятельность, участие в проекте «Всем мира», мне нравится, я обожаю эту деятельность, я ее не могу назвать работой. Как говорил Конфуций, выбери себе дело по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Это про меня. Меня еще мотивирует то, что люди за мной следят месяцами, годами, по два, по три года за мной следят, и все равно приходят в мою команду, и жалеют об упущенном времени, а время уже не вернуть. Меня это очень мотивирует. То есть, что бы ни произошло, если ты делаешь вызов себе, нужно идти до конца, что бы ни произошло. Принцип «Следовать своей страстью». Я с такой страстью берусь за это дело, я активно передаю эстафету в проекте «Всем миром», и многие, которые вступают в мою команду, с таким выражением лица приходят. «Ой, да у меня денежков нет, да хоть бы заработать на хлеб, ой, а что будет завтра, мне коммунальные услуги надо заплатить». А спрашиваются, какого хрена ты лезешь в интернет-бизнес? В интернете все за деньги, и за все нужно платить. Мне говорят, ты даже методику продаешь и берешь за это деньги. Да, потому что я три года раздавала свою методику, и никто этого не ценил. Единицы лишь смотрели мои уроки. А теперь, когда вы заплатили за это деньги, вы волей-неволей откроете и сделаете то, что там написано и показано, потому что вы за это деньги заплатили. Шестой пункт успешного человека «Будьте оптимистом». Я живу по принципу, что не делается все к лучшему. Когда я три года назад развелась, меня бросил муж с ребенком, я какое-то время горевала. Но деятельность в проекте «Всем миром» меня просто спасла. Спустя полгода у меня пошел такой доход, что мы с моей дочкой полетели за границу. Это было первый раз, когда я отдыхала не в России. И потом, спустя три года, я не искала себе мужчину. И так вышло волею судьбы, что я в проекте «Всем миром» встретилась с Борисом Маркеловым. Наши сердца лежали друг к другу и наши души соединились. И Борис Маркелов не только мой любимый, замечательный муж, но еще и мой партнер по бизнесу в моей команде. Мы объединили усилия и теперь вместе ведем совместный бизнес. И мой доход увеличился не в два, не в три. Мой доход увеличился в десятки раз благодаря Борису. Седьмой принцип успешного человека – не зацикливайтесь на прошлом. Идите в ногу со временем. Времена меняются. Если раньше детям, как и сейчас говорят, мои родители, даже моей дочке говорят, учись на отлично, поступишь в институт, получишь хорошее образование, найдешь высокооплачиваемую работу. Сейчас другие времена. Есть люди, которые были двоечниками, даже их считали в школе умственно отсталыми, становились и становятся миллионерами. Если раньше, чтобы продвинуть какой-то проект, нужно было встретиться где-нибудь в кафе или на лавочке, обсудить и впарить какой-то свой товар, сейчас возможности интернета просто безграничны. Создавайте свой YouTube-канал, ведите прямые трансляции, ведите в социальных сетях и в YouTube прямые трансляции, популяризируйте свой бренд, и о вас узнают миллионы людей. Времена меняются, и идите в ногу со временем. Познавайте новые технологии, обучайтесь, ходите на наши с Борисом вебинары. Вы узнаете много нового, и будете применять это в своей практике. Мой принцип успешного человека – постоянно работайте над собой. Не говорит о том, что это ваша внешность, конечно, нужно быть ухоженным, с белыми зубами, с помытыми волосами, накрашенной, ухоженной одеждой и так далее. Нужен постоянный рост. Обучаться, обучаться, читать книги и вести вебинары. То есть нужно работать над собой. И следующий пункт – работайте на перспективу. То есть то дело, которым вы занимаетесь, оно должно расти и приносить вам прибыль не один месяц, не 12 месяцев, а целое поколение. Я знаю, что я занимаюсь проектом всем миром, и моя дочка, когда ей будет 18 лет, тоже будет заниматься, еще, правда, 6 лет ждать. То есть нужно строить планы. Вот у нас в России не строят планы, не строят бизнес на несколько лет вперед. А западное мышление, они строят бизнес на поколение, на 100 лет вперед. И мы этому удивляемся. Если вы 6 месяцев стоите на месте и не заработали очень много, значит, ваш путь неправильный. Если вы, к примеру, 3 года в одном сетевом проекте стоите и топчетесь на месте и говорите, ну вот через 3 месяца у меня будет чек в 20 тысяч долларов. Да не будет, если вы 3 года стоите и топчетесь на месте. Значит, надо менять свой путь. К примеру, создайте шедевр, снимите о себе фильм или о своей компании. И фильм должен быть таким, чтобы много лет говорили про вас и об этом фильме. Успешного человека. Станьте легендой. Сделайте что-то такое выдающееся, что о вас будут говорить миллиарды людей. Даже если вы уйдете из этой жизни, ваш фильм или что-то такое, что вы сделали, ваше тело, оно будет расти и приносить вашим потомкам деньги. К примеру, Пушкин давным-давно умер, а его стихи до сих пор изучают в школе. В общем, станьте легендой, чтобы люди о вас говорили поколениями. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Я точно знаю, все пути ведут в проект Полворд и в мою команду. Рано или поздно вы будете здесь. Но пока вы за нами наблюдаете и сомневаетесь, что это лохотрон и что это не работает, мы получаем свои переводы.